Новым главой госжилинспекции Ставрополья стал Артём Осиний. Губернатор Владимир Владимиров представил руководителя ведомства на заседании краевого правительства. Владимиров отметил, что у Осинева сложный фронт работы, попросил нового главного жилищного инспектора региона наладить взаимодействие с главами территорий. Все, с чем мы сталкиваемся на квартирном доме, это с непорядком, со снегом, с некачественной работой управляющей компанией, это все ваша задача. Поэтому, Артём Павлович, прошу вас оказывать главам максимальное содействие, ну а главы, пожалуйста, координируйтесь, работайте, это большая работа нашей жилинспекции. Также на заседании обсудили вопрос обучения Ставропольца в колледжах. Министр образования Края Мария Смагина рассказала, что в учреждениях среднего профессионального образования в 2024-2025 годах смогут обучаться более 10 тысяч человек. Тем самым ведомство продолжает выполнять задачу, поставленную Владимиром Владимировым, приблизить отрасль профессионального образования к потребностям экономики Ставрополья. Были пересмотрены контрольные цифроприемы и увеличены на 500 дополнительно бюджетных мест. Были учтены потребности нашего экономического рынка и потребности в новых профессиях и специальностях. Дополнительные цифры контрольного набора будут распределены между такими специальностями, как сварочное производство, строительство, агрономия, ветеринария, химическая отрасль и другие. То есть те, которые сегодня вызывают особую актуальность в нашем Старопольском крае. В Станице Суворовской стартовал капремонт второй школы. Сейчас в здании проводят демонтажные работы. Позже проведут отделку внутренних помещений и фасады учреждения, сообщили в региональном министерстве образования. В школу закупят современное оборудование и мебель. Реконструкция проходит по краевому проекту модернизация школьных систем образования. Завершить работы планируют до конца года. В Изобильнинском округе в этом году начнется реконструкция очистных сооружений водоснабжения. Там обновят фильтр, возведут два резервуара для чистой воды и заменят часть коммуникации, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Работы проведут за счет средств субсидий из Фонда национального благосостояния. Надежды капитально отремонтировали врачебную амбулаторию. Обновили 19 кабинетов врачебного приема, круглосуточный блок для оказания неотложной помощи, клиника, диагностическую лабораторию и административные помещения сообщили в региональном инстрое. Медучреждения оснастили необходимым оборудованием. Реконструкцию провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА